Человечество 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 в память о тех, кто во все времена стоял на защите нашей Родины. В Таврической Академии состоялся митинг, посвященный сотрудникам университета, участникам Крымской весны, событие, без которого университет в своем нынешнем объединенном виде был бы невозможен. В ознаменовании юбилея проходили многочисленные мероприятия, приуроченные к этому событию. Научный фестиваль «Юбилейная осень-2018». Международная научная конференция «Ландшафтная география в 21 веке». Открытие мемориальной доски ученые университета, внесшие значительный вклад в развитие Крымской школы магнитобиологии. Вторые крымские корстологические чтения, изучение и использование естественных и искусственных подземных пространств и закорстованных территорий. Шестая международная научно-практическая конференция «Диалог культур. Теория и практика преподавания языков и литератур». В Крымском художественном музее состоялось открытие выставки «Искусство и интеллект». В Гуманитарно-педагогической академии торжественное открытие традиционной Всероссийской научно-практической конференции «Дискурсология. Возможности интерпретации гуманитарного знания». В Таврической академии научно-практическая конференция «Геоэкология и природопользование. Актуальные вопросы науки, практики и образования». В научной библиотеке КФУ празднование столетия ее основания. Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Толкование правовых актов права и суд», собравшая специалистов в области права со всей страны. Праздничная неделя, посвященная столетию, включала в себя многочисленные выставки, чтения, лекции, посвященные этому знаменательному событию. У главного корпуса крупнейшего вуза республики высадили «Атласский кедр», выращенный в Академии биоресурсов и природопользования. На выставке «Души прекрасные порывы» более ста сотрудников из разных структурных подразделений университета представили свои творческие работы. Прекрасным подарком к столетию КФУ стал 100-килограммовый торт от правкома университета. Для ветеранов труда правкомом КФУ был организован торжественный концерт. Крымский вуз получил поздравления от других российских федеральных университетов. В дни празднования столетия в Крымском федеральном университете в рамках эстафеты огня 29-й Всемирной универсиады открылся фестиваль студенческого спорта. 10 октября в университете стартовал международный академический форум от Университета Таврического к Крымскому федеральному «Столетие ведущего вуза Республики Крым», посвященный истории создания университета и вопросам его дальнейшего развития. В честь юбилея в Медицинской академии Крымского федерального университета прошел ряд торжественных мероприятий. Начало торжествам положили праздничный молебен и открытие мемориальной доски первому ректору Таврического университета Роману Гельвигу. Важным событием юбилейной программы стало торжественное открытие Центра симуляционного обучения и аккредитации, где на тренажерах, в том числе с виртуальной реальностью, проходят обучение студенты-медики и врачи, медицинские сестры из практического здравоохранения. В Медакадемии прошел важный для всех университетов России круглый стол, посвященный проблематике медицинского образования в многопрофильных университетах, на котором присутствовали ректоры и представители всех федеральных университетов страны. Несмотря на санкции, введенные против России после Крымской весны 2014 года, представители нескольких десятков стран съехались на празднование столетнего юбилея университета. Большинство из них – выпускники главного вуза полуострова. Приняли участие в международном форуме «Крым в мировом научно-образовательном пространстве» также и нынешние студенты из-за границы. В Крымском федеральном университете состоялась торжественная церемония специального гашения художественного маркированного конверта, изготовленного в честь столетия главного вуза полуострова. В преддверии праздника в музыкальном театре Республики Крым прошла игра КВН за Кубок федеральных университетов Российской Федерации. В ней приняли участие представители семи федеральных вузов из Симферополя, Красноярска, Архангельска, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону и Калининграда. Самый большой интерес вызвало участие главной команды КФУ «Полуостров», участников второго тура фестиваля «Кевин-2018» и полуфиналистов телевизионной первой лиги КВН. Кубок победителям вручил Андрей Фололеев. В дни празднования годовщины университета прошла презентация виртуального тура по университету, подготовленная Музеем истории КФУ имени Вернадского. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил со столетним юбилеем первого крымского вуза профессорско-преподавательский состав сотрудников, аспирантов, студентов и выпускников Крымского федерального университета имени Вернадского. И, наконец, 15 октября в Государственном музыкальном академическом театре состоялось торжественное собрание, приуроченное к празднованию столетнего юбилея первого университета в Крыму. С приветственным словом выступил исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета имени Вернадского Андрей Фололеев. Важной частью торжественного мероприятия стало награждение профессорско-преподавательского состава вуза. За заслуги перед университетом и Крымским полуостровом им были вручены почетные звания, медали и грамоты. Кульминацией многодневного празднования стало зачитанное в зале поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина. Торжественные речи, поздравления и слова благодарности сменялись на сцене различными творческими номерами, подготовленными студентами и трудовым коллективом вуза. Празднование столетия университета стало заметным событием в Крыму и за его пределами. Оно надолго запомнится его участникам и всем чанам. Впереди нелегкие будни, наполненные работой и учебой, поисками и открытиями новыми достижениями. Крымский федеральный университет имени Вернацкого уверенно вступает в свой новый век. Субтитры создавал DimaTorzok